Баралгин-М инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, Авинтис ПХ и РМА, ЛТД. Индия, КОТА и ТИЭКС, Н02ББ-02, активное вещество, метамизол натрия, лекарственная форма, баралгин-М форма выпуска, упаковка. И состав препарата баралгин-М. Раствор для ВВВМ введения, бесцветный или слегка окрашенный, прозрачный. 1 мл 1 амп, метамизол натрия 500 мг 2,5 г вспомогательные вещества, вода Д, И, до 1 мл. 5 мл, ампулы темного стекла 5, упаковки ячейковые, контурные, пластиковые, 1 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа, анальгетик-антиперетик, фармакотерапевтическая группа, анальгетическое и ненаркотическое средство фармакологическое действие. Баралгин-М относится к ненаркотическим средствам, производным перозолона. Обладает болеутоляющим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. По механизму действие практически не отличается от других нестероидных анальгетических препаратов. Показания к применению болевой синдром различные теологии, слабой и умеренной выраженности, лихорадка. Способ применения и дозы. Взрослые и подростки 15 лет и старше, в качестве разовой дозы рекомендуется 1-2 мл 50%, 500 мг, 1 мл раствора баралгина М, Ф, М или Ф. Суточная доза может составлять до 4 мл инъекционного раствора, не более 2 г, разделенное на 2-3 приема. Максимальная разовая доза может составлять 1 г, 2 мл 50% раствора. Дети и новорожденные, баралгин М нельзя принимать новорожденным в возрасте до 3 месяцев или при массе тела менее 5 кг. Детям баралгин М назначается в дозе 50-100 мг на 10 кг массы тела, 0,1-0, 2 мл 50% раствора. Разовая доза может быть назначена до 2-3 раз в сутки. Перед введением раствор рекомендуется нагреть до температуры тела. Для детей в возрасте 3-12 месяцев введение осуществляется только в М, масса тела ребенка от 5 до 9 кг. При слишком быстром введении препарата может наблюдаться критическое падение от и шок. Введение должно осуществляться медленно, скорость введения не более 1 мл 500 мг метамизола, в минуту, в положении лежа, при контроле за ад, пульсом и частотой дыхания. Так как существует опасение, что падение от неаллергического генеза является дозазависимым, количество раствора баралгина М более 2 мл, 1 г, должно вводиться с особой осторожностью. Противопоказания применению Печеночная порфирия – врожденный дефицит глюкозы-6-фосфат-дегидрогеназы, АИЛ-триместр беременности, бронхиальная астма. В том числе индуцированные приемом ацетилсалициловой кислоты, салицилатами или другими нестероидными противовоспалительными препаратами. Заболевания, сопровождающиеся бронхоспазмом, развитие анофилактоидных реакций, крапивница, ринит, отек, в ответ на салицилаты. Парацетамол, диклофенак, ибупрофен, индомитоцин, напроксин, выраженные нарушения функций печени и почек, выраженные нарушения. Кроветворение, агронулоцитоз, цитопластическое и инфекционное нейтропение противопоказан новорожденном в возрасте до третьих месяцев. Или при массе тела менее 5 кг, повышенная чувствительность к метамизолу, активному веществу, а также другим компонентам препарата. Или другим пирозолоном, изопропиламинофенозол, пропифенозон, фенозон или фенилбутазон. У младенцев в возрасте от 3 до 12 месяцев противопоказан в путь введения. С осторожностью, систолическая ряд ниже 100 мм РТ. Стакан, нестабильность кровообращения, инфаркт миокарда, множественная травма, начинающийся шок, заболевание почек, пиелонефрит, гламирулонефрит. В том числе, в анамнезе, длительное злоупотребление этанолом. Применение у детей, детей и новорожденные. Баралгин М нельзя принимать новорожденным в возрасте до третьих месяцев или при массе тела менее 5 кг. Детям баралгин М назначается в дозе 50-100 мг на 10 кг массы тела, 0,1-0,2 мл 50% раствора. Разовая доза может быть назначена до 2-3 раз в сутки. Перед введением раствор рекомендуется нагреть до температуры тела. Для детей в возрасте 3-12 месяцев введение осуществляется только в М, масса тела ребенка от 5 до 9 кг. Особые указания при лечении больных, получающих цитостатические средства, прием метамизола натрия должен проводиться только под наблюдением врача. Во время беременности, особенно в первые 3 месяца и последние 3 месяца, нельзя применять никакие нестероидные противовоспалительные средства. Повышенный риск развития реакции гиперчувствительности на метамизол натрия имеется у больных бронхиальной астмой, особенно с сопутствующими полипами в области носовых пазух, у больных с хронической крапивницей, у больных с алкогольной непереносимостью. У больных с непереносимостью к красителям, например, тартразин, или к консервантам, например, бензоат. При длительном применении необходимо контролировать картину периферической крови. На фоне приема метамизола натрия возможно развитие агронулоцитоза, в связи с чем, при выявлении немотивированного подъема температуры озноба, болей в горле, затрудненного глотания, стоматита, эрозивно-язвенных поражений ротовой полости, вагенита или проктита, необходимо Немедленная отмена препарата Недопустимо использование препарата для снятия острых болей в животе, до выяснения причины У пациентов с нарушением функции печени и почек рекомендуется избегать приема метамизола натрия в высоких дозировках При ВМ-введении необходимо использовать длинную иглу Лекарственное взаимодействие Одновременный прием алкоголя и метамизола взаимно отражается на их эффектах При применении совместно с циклоспорином может иметь место снижение концентрации циклоспорина в крови Одновременное применение метамизола с другими ненаркотическими анальгетиками может привести к взаимному усилению токсических эффектов Трициклические антидепрессанты, оральные контрацептивы, аллопуринол нарушают метаболизм метамизола в печени и повышают его токсичность Барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени ослабляют действие метамизола Седативные средства и транквилизаторы усиливают обезболивающие действия препарата Одновременное применение с хлорпромазином или другими производными фенотиозина может привести к развитию выраженной гипертермии Рентгеноконтрастные вещества, коллоидные кровезаменители и пенициллин не должны применяться во время лечения метамизолом Метамизол, вытесняя из связи с белком пероральные гипогликемические препараты, непрямые антикоагулянты, глюкокортикостероидные средства и эндомитоцин, увеличивает их активность Меилотоксические лекарственные средства усиливают проявление гематотоксичности препарата Тиамазол и сарколизин повышают риск развития лейкопении Эффект усиливают кодеин, гистаминовый Н2-блокатор и пропронолол Из-за высокой вероятности фармацевтической несовместимости метамизол нельзя смешивать с другими лекарственными средствами в одном Шприце